Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня вице-спикер Заксобрания Кировской области Михаил Курошин. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Я напоминаю традиционно о том, что вопросы задаю не только я, и вы тоже имеете такое право. Благодаря нашему сайту echo.ru, где есть специальная форма «Особое мнение». Заходите, набираете текст. Есть один вопрос для вас, который я озвучу чуть позже. Вопрос поступил от Александра. Ну и к тому же на сайте echo.ru традиционно есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Хочу начать вот с чего. Прошло празднование 70-летия Победы. Ваши впечатления от того, что было в городе, как был город украшен, он продолжает быть украшен, естественно. Празднование 70-летия, как известно, у нас стало самым масштабным. За последнее время, по официальной информации, 60 тысяч кировчан приняли участие в официальных торжествах. Как вам происходившие? Вначале я хотел бы, пользуясь возможностью, поздравить еще раз всех россиян с этой датой. Это действительно, наверное, одна из ключевых дат нашей истории. Это одна из важнейших дат нашей истории. И, опять же, пользуясь случаем, хочу пожелать всем ветеранам, труженикам тылом, жителям блокадного Ленинграда, детям войны крепкого здоровья, потому что, я думаю, на сегодняшний день это первое очередное, что необходимо им пожелать долгих лет и пожелать, чтобы то настроение, которое было у нас в дне празднования, оно было как можно дольше и у них, и у всех кировчан. Если в целом оценить то, что видел своими глазами, я не участвовал ни в оргкомитете, лишь, скажем так, слышал о том, что планировалось, что проводилось. Действительно, мероприятий было достаточно много, мероприятия разнообразные. Это и издание книг, достаточно интересных, да, там, предположим, пятитомника о том, как Кировская область жила в период Великой Отечественной войны, то есть там каждый дом посвящен году войны, и там нормативные акты, которые принимались, то есть можно по ним судить о том, что происходило в городе, в области в это время. Это и установки бюстов, это и ряд мероприятий, которые связаны с подготовкой к празднованию, то есть в частности ремонты памятников в населенных пунктах Кировской области. То есть, ну и, наверное, как один из таких знаковых мероприятий, это парад, которые, шествия, которые произошли непосредственно 9 мая. Ну, я, может быть, конечно, не все со мной согласятся, но я считаю, что мы достаточно достойно отпраздновали именно эту дату. Очень хочется, чтобы вот тот настрой, который у нас после 9 мая был, чтобы он, собственно, ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы как минимум на этот год он у нас сохранился. То есть, это и вопросы организационного плана, все, что было связано с подготовкой домов, улиц, приборкой территории, благоустройство, работа с памятными местами. Это и организационные вопросы, связанные с тем, как был организован парад, какие новые идеи были в торжественном шествии, в торжественном мероприятии включены. То есть, вот с этой точки зрения, мне кажется, многое из того, что запланировало, удалось и достаточно хорошо. Можно ли сделать лучше? Это, конечно, можно. Да, то есть, нет предела совершенства, и даже по тому, как организовывается торжественное мероприятие 9 мая с военным парадом, мы видим, что каждый год происходит определенное развитие, которое делает это мероприятие все более интересным. Да, к сожалению, есть, опять же, организационные и объективные, и субъективные проблемы, которые возникают с этим мероприятием. Да, там, и то, что не все могут попасть на площадь, ну, это, к сожалению, то, что, с одной стороны, там, связывает руки нас тем, что у нас достаточно небольшая центральная площадь, с другой стороны, может быть, если бы организаторы колонн более вдумчиво относились к тому, кому там приглашение раздавать, то, может быть, поток вот всплеска здесь негатива был бы на порядок меньше, потому что я знаю, мне несколько учебных заведений жаловались о том, что им было отказано, там, возможности участвовать в мероприятии, да, то есть посмотреть. Но, с другой стороны, в этом году появилась, на мой взгляд, вот в чем уникальность, что достойные площадки, то есть не просто площадка, там, условно говоря, у цирка, как это бывает традиционно на массах, а вполне достойная площадка с точки зрения содержательного насыщения, с точки зрения общего настроя. Ну, кстати, вот я хотел спросить, как вам перенос основной площадки праздничной на Октябрьский проспект? Это, на самом деле, делает праздник восприятий, там, вот, лично для себя это более обширно, да, то есть у меня есть возможность, там, не только в одном мероприятии, в одном месте поучаствовать, а действительно, там, совершить прогулку по городу и посмотреть, там, выставку старых автомобилей, или, там, поучаствовать в мероприятии байкеров, которые, там, 10-го числа проходили у нас. То есть множество площадок, качественно организованных и содержательно насыщенных, делают праздник более интересным, более охватным, и не случайно, вот, там, цифра 60 тысяч, это, как раз, наверное, показатель того, что вот эти площадки, они оказались востребованы. За ситуацией вокруг бессмертного полка в Москве? Я считаю, что это вот... Якобы, вот эти выброшенные, да, портреты, ну, почему говорю, якобы, потому что активно опровергается это, да, говорится о том, что все это подстроено, фальсификация, там, фотошопы... Ну, вот, честно могу сказать, да, там, я впечатлен тремя с половиной тысячами участников бессмертного полка, которые были в Кирове, да, там, полмиллиона, те, которые были в Москве, а вот всевозможные спекуляции связаны с этой темой, там, с авторством или, там, вот, с этими выброшенными плакатами и так далее, это на самом деле то, что, собственно, не делает чести вообще русским людям, да, то есть, я имею в виду... Вне зависимости от того, каких взглядов они придут... Обращаясь к тем, кто, вот, там, на этих темах пытается, там, раскручивать какие-то определенные скандалы. То есть, это не значит, что надо, там, замолчивать эту тему, но это не то, на что нужно обращать внимание, то, что нужно, там, сразу выкидывать и кричать, что, там, все вокруг врут, все вокруг плохо и так далее. Это не та тема и не то время для того, чтобы вот такими вещами, там, спекулировать. Поэтому я, там, видел эти, там, реплики, видел эти фотографии, но отношусь к ним крайне негативно, не с точки зрения того, что там происходило, потому что, там, мы понимаем, что, там, взять можно и из контекста вырвать любую, там, факт или слова, и в результате передернут их так, что потом мало не покажется. Сам факт того, что, вот, эти вещи пытаются, там, на этих вещах делать какие-то скандалы, это неправильно, это, ну, непатриотично и, вот, думаю, что… Но вы верите или не верите в то, что это действительно это было? Я даже не хочу, честно, вот, не хочу размышлять на эту тему, да, там, правда это, неправда. Еще раз говорю, там, из контекста может быть вырвано всякое, да, то есть, и у нас, там, не раз, участвуя, там, и организуя подобные мероприятия, там, молодежности, я знаю, что, там, ну, где-то что-то может произойти такое, что, вот, если я, там, потом вырвусь из контекста, то сказать, что все это, вот, как бы, так, все это надумано, все это, вот, там, на самом деле не так. Ну, да. Вот, поэтому, там, я не буду комментировать, я считаю, это вообще недостойно обсуждения. Давайте немного еще про патриотические чувства поговорим. Накануне 9 мая Министерство образования и науки представило программу патриотического воспитания, на несколько лет вперед, рассчитана она до 2020 года, предложений масса, такой большой упор делается на подрастающее поколение, для него предлагается ежегодно проводить тематические акции, мероприятия, направленные на воспитание чувства гордости, уважения, почитания символов государства и так далее, и тому подобное. Ну, широко эту тему освещали СМИ, в том числе газета «Известия», написала большой материал, вы ознакомились, что вынесли из правильного направления, то, что нужно. Ну, вот у нас очень любят проводить аналогии, там, с советским периодом, когда, там, уровень патриотического воспитания был абсолютно иной, и работа была, в принципе, организована. Здесь есть два момента. Первый момент, который, в принципе, почему-то, там, последние 15 лет не обсуждается. Это все-таки национальная идея. То, что там происходит со страной и в стране, там, последние полгода, ну, может быть, чуть больше года, там, с момента присоединения Крыма и, вот, там, всех последующих событий, да, там, вот, на мой взгляд, это такой один из пути, который бы мог привести к формированию некой, опять же, объединения людей вокруг какой-то идеи, да, там, что наша страна способна, там, выстоять против санкций, способна выстоять против, там, всевозможных, всевозможного давления, в том числе, там, запугивания силой и так далее, да, там, это то, что способность платить. Без этой идеи говорить о каком-то патриотическом воспитании крайне тяжело, потому что все-таки идея, как некая система образующая, она позволяет дальше уже выстраивать всю работу, исходя вот из этого контекста. Сейчас же мы попадаем в ситуацию, когда мы, там, с одной стороны пытаемся лишь, там, словесно или, там, какими-то визуальными образами сформировать у молодых людей, и, там, и у населения чувство гордости, там, за свой край, за свою страну. Ну, там, есть одна сторона, есть другая сторона, да, там, которая явно проигрывает, это, там, средство массовой коммуникации. Есть третья сторона, это, там, настроение и отношения в обществе, которое сложно тоже назвать патриотичным, потому что мы скатываемся, там, в общество потребления, и, там, молодой человек, которому, с одной стороны, говорят, нужно любить свою родину, а с другой стороны, он видит, как, там, происходят крайне, такие, негативные процессы в обществе, там, ну, он никогда не будет патриотично настроен. Поэтому, вот, вся патриотическая работа, она, все-таки, должна, в первую очередь, начинаться от идеи. И второй вопрос, это, опять же, наверное, самый низовой уровень, потому что дальше возникает вопрос, а, собственно, если мы говорим о молодежи, кто должен, кто сможет в настоящее время грамотно, объективно, правильно, там, воспитывать в молодежи патриотические настроения. Там, не стоит забывать о том, что в период, там, лихолетия 80-х, 90-х, система образования отказалась от воспитательной функции, да, и, как бы так, вот, с этого момента, там, педагоги, учителя перестали заниматься, в том числе, вопросами, там, совершенствования себя с точки зрения навыков патриотического воспитания. То есть, они, возможно, хорошие предметники, они хорошие педагоги, они профессионалы, но в качестве воспитателей, наверное, они, вот, как бы так, несколько упущенный момент. И поэтому, когда мы, там, будем говорить о том, что для реализации вот этой, там, концепции, этой стратегии нам необходимы будут кадры, ну, дальше встанет вопрос, а кто эти кадры. В военно-патриотические клубы, да, но, к сожалению, их крайне мало. Их всех не охватишь, да. Их возможности крайне ограничены. Там, действительно, находятся энтузиасты, которые готовы заниматься вопросами патриотического воспитания, но, там, силу их не... безразмерны. А общественные организации, их крайне мало. Их практически не видно на нашем поприще. То есть, есть какие-то, там, создающиеся локально, там, под какие-то отдельные акции, под какие-то отдельные, там, направления. Но, там, достаточного количества организаций, которые бы работали в поле патриотического воспитания, их нет. Ну, и, собственно, всё, да. То есть, пример родителей, точнее, работы, которые может вестись в семье, но, опять же, при всём уважении, да и, собственно, и сам, наверное, нахожусь в такой же ситуации, да. То есть, мы-то ещё, ладно, застали вот эту, там, систему патриотического воспитания с советского периода, да, пройдя школу, там, и пионерии, и комсомола. А вот поколение, которое после-то, оно было, ну, как говорят, без царя в голове. Ну, поколение 30-летних, значит, их родители, это те, кто вырос как раз таки, в 90-е уже. Да, да, то есть, там уже возникают определённые сложности с точки зрения понимания того, что такое воспитание в семье, да, то есть, не говоря уже о патриотическом воспитании. И, как бы так, что они могут передать, ну, тоже достаточно вопрос. Плюс, собственно, темп жизни самих родителей, он сегодня таковой, что много времени уделять вопросам воспитания, это тоже не представляется, возможно. Поэтому, опять же, если вот эта инициатива является началом разговора на эту тему, это отлично, да, вот там в начале июня в Москве, опять же, вот собирают, в том числе, если всё хорошо сложится, там я тоже поучаствую по линии управления президента, управления администрацией президента России проводится там крупное совещание на тему молодёжи и молодёжной политики, и там в том числе одни, несколько тем, как раз на эту тему. То есть, если это начало разговора, и дальше мы будем его развивать, это отлично. У вас-то есть какие-то конкретные предложения? Ещё раз говорю, я бы всё-таки начал задумываться с того, что необходимо формулировать, да, какие-то объединяющие лозунги, объединяющие мысли. Но это должно быть легко, понятно, доступно. Да. В то же время всеобъемлющие. И аргументированные ещё. Аргументированные. Потому что в настоящий момент, вот на примере того же, о чём мы с вами выше говорили, да, то есть хорошую и правильную патриотичную идею бессмертного полка могут испортить там несколько неадекватных интернет-писателей, которые там вот найдут вот такие вещи. И соответственно, что противопоставить подобному, нужно понимать. Вот ещё какая смежная тема. Накануне стало известно, что депутаты Госдумы от «Единой России» Ирина Ярова и Вячеслав Никонов внесли в Нижнюю полуту парламента законопроект, предусматривающий появление в школах единых учебников по математике, истории, русскому языку и литературе. Кроме того, парламентарий требует вернуть в школы выпускной экзамен по русскому и литературе в форме сочинения. У вас в том числе и историческое образование. Да. Собственно, вещи для вас... Педагогические. Педагогические. Да, вещи для вас понятны, вот как их оцениваете. Ну, давайте вот относительно возвращения выпускного экзамена. Здесь я тоже уже не раз высказывался на эту тему. Переход на систему ЕГЭ – это переход, который на самом деле обусловлен интеграционными процессами, как мне кажется. То есть на сегодняшний момент в экономике, в бизнесе, да и в обществе нужны люди быстро ориентирующиеся и способные к быстрому восприятию информации, в том числе информации в некой структурированной логике. Ну, грубо говоря, мы же там часто очень говорим о том, что для того, чтобы сегодня молодой человек был успешен, ему нужно знание английского языка. Почему? Потому что язык международный, интернациональный. Да, достаточно там большую категорию охватывает людей и, соответственно, там человек должен получать информацию, понимать ее и быстро обрабатывать и быстро выдавать какой-то результат из этой информации. То же самое там, переход на ЕГЭ – это интеграционная потребность, да, то есть для того, чтобы молодежь была конкурентоспособна, она должна обладать навыками логического мышления, оперативного мышления, быстрого, да, там, мобильного мышления и структурированного мышления, то есть иметь некую структуру, своих мыслей, то есть для этого широкой потребности в широких знаниях нет. Но с другой стороны, вот интеграционные процессы, они поглощают собой процессы общественные, процессы такого ментального плана, да. Вот как раз для того, чтобы человек оставался человеком общества, человеком социума, да, там, ему необходимо умение говорить, ему необходимо широкий кругозор знаний и так далее и тому подобное. То есть одно дело успешным, условно говоря, там, в карьере, в бизнесе и в профессиональной сфере, другое дело человек, который живет в неком социуме. И здесь, наверное, пример уже Востока, который говорит о том, что вот там мудрость Востока – это все-таки то, что цементирует этот Восток, то, что там объединяет этот Восток. Поэтому идея возвращения к экзаменам, на мой взгляд, она тоже имеет место жить и, наверное, я бы ее, честно говоря, поддержал, да, там, оставляя вариант каких-то тестовых форм по определенным предметам, возвращаться к сочинению, возвращаться к экзаменам, возвращаться к устному изложению, надо. Что касается единых учебников, ну, опять же, единые учебники – хорошо, когда есть единая школа с единым уровнем преподавания, с единым уровнем подготовки. В настоящее время у нас процесс такой достаточно сложный, да, то есть есть школа сильная, есть школа со специализацией, есть сельские малокомплектные школы и так далее и тому подобное. То есть единые учебники, они, скорее всего, оптимаются опять создадут определенный хаос в системе образования. То есть вот если бы мы пошли по пути все-таки определения там стабилизации, изменения учебных программ, как это вот там в настоящее время происходит, особенно там в начальной школе, да, там, в этом году мы учимся по этим учебникам, в следующем году мы будем учиться там уже по другой программе. Вот это, наверное, было бы там правильно, да, то есть там, чтобы было понятно, что мы вот идем там по программе там Петерсона, да, и мы, условно говоря, там, дойдем до конца начальной школы, вот по этой программе, да. Вот это было бы, наверное, правильно. А то, что там создавать единые учебники, ну, к сожалению, мы опять можем прийти к ситуации уравнивания. То есть когда учитель будет ориентироваться не на то, чтобы ставить задачи чуть-чуть выше возможности, а ориентироваться на среднего учащегося. То есть те, кто обладает более высоким потенциалом, в данном случае начнут тормозить. Поэтому вот мне кажется, что в этой связи эта идея преждевременна. У нас есть не преждевременна, не совсем обоснованна. У нас есть несколько минут еще до перерыва. Я напомню, что это особое мнение вице-спикера ОЗС Михаила Курашина. Вот хочу сейчас задать вопрос, который есть на нашем сайте. Тихо 1.рум задал его Александр, как я уже упоминал. Добрый день, Михаил Вячеславович. Не думали ли вы, я так немножко перефразирую, не думали ли вы последовать примеру Владислава Гукасова и оставить пост заместителя председателя ОЗС, потому как отношения с председателем ОЗС складываются непросто? Давайте так, с точки зрения межличностных отношений здесь, наверное, очень сложно говорить, какой уровень отношений, потому что это все-таки наши с ним отношения, и мы особо в публичную плоскость их не выносим. Что касается взаимоотношений в профессиональном плане, заместителя председателя и председателя, могу сказать, что решение о том, чтобы занимать этот пост принимал не я принимал, наши фракции принимали депутаты законодательного собрания, и, соответственно, если фракция посчитает, что мы сожгли все мосты для конструктивного взаимодействия с партией власти или с действующим составом законодательного собрания, и нужно для этого уйти, то, соответственно, этот вопрос будет решать, опять же, партия. Я считаю, что на сегодняшний момент в профессиональном плане взаимодействия у нас есть, и это взаимодействие в принципе позволяет законодательному собранию работать и двигаться вперед. У нас есть много спорных вопросов. У нас есть ситуации... Касающихся работы. Да. У нас есть много ситуаций, когда вот именно в профессиональном плане полное непонимание или неполное непонимание у нас существует. Но это не значит, что нужно из-за этого всего бросать все и, как говорится, уходить в стороны и потом со стороны уже говорить, ага, вот вы все тут плохие. Ну, надо делать с позиции того, что делать. Но продукты качественные получаются? Опять же, нет предела совершенства, я считаю, что, по крайней мере, то, что законодательное собрание все-таки принимает законы, а это основная его функция, да, осуществляет иные мероприятия, которые там происходят совместно, несовместно и так далее, это все говорит о том, что, в принципе, работа есть и результат есть. Каким образом получается этот результат, удовлетворяет ли он меня или удовлетворяет ли он спикера за собрание или удовлетворяет ли он другие партии, это уже там внутренние вопросы, внутренние процессы и в конечном итоге по тому, как партии будут активно участвовать в избирательной кампании следующего периода, будет понятно, на что ориентированы, как удовлетворены и так далее. Я считаю, что на сегодняшний момент все-таки поле для работы существует, оно достаточно конструктивно и надеюсь, что, собственно, до конца созыва мы этого не дойдем до ситуации, когда все разбежимся в разные стороны. В общем, коротко отвечая на вопрос Александра, можно сказать, не задумывались? Нет, задумывался. Задумывался. Лично я-то задумывался, потому что мы там с Владиславом вопросы эти тоже обсуждали, но давайте опять же вернемся к той ситуации. Александр вопрос задал одной стороны, то есть это решение Владислава Гукасова покинуть пост, но если внимательно Александры все следили за той ситуацией, то фракция буквально в марте выходила с предложением нового кандидата на пост заместителя-председателя, то есть это не решение фракции, не решение депутатов от ЛДПР, это было решение одного человека, поэтому как бы так вот, то, что касается личных вещей, это личные вещи, то, что касается того, что нужен ли ЛДПР человек, который бы находился здесь и помогал в том числе партии решать вопросы представления интересов избирателей, партии он нужен. Ну, давайте про одну из законодательных инициатив, поступивших в областное ЗАГС собрание, мы уже поговорим после короткой рекламы, напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ВЗС. Продолжается программа «Особое мнение», сегодня это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. Как известно, в конце апреля состоялось очередное заявление Кировской городской думы, и вот одно из решений, которое там было принято, это решение об обращении ВЗС с законодательной инициативой по поводу сокращения числа мест, где можно устраивать пикеты, митинги, демонстрации. Вот как раз-таки эта законодательная инициатива уже внесена, ну, да, перечислю вкратце. На вокзалах планируется запретить, аэропортах, объектах жизнеобеспечения, в зданиях, в которых размещены культурные, просветительские, развлекательные, торгово-развлекательные центры, физкультурно-здоровительные, спортивные, детские и прочие учреждения, учреждения социальной защиты, ну и так далее. Там раздавались мнения о том, что депутаты, чиновники как-то ненароком подумывают о театральной площади, чтобы запретить. Ну, театральная площадь облизывается уже давно, чтобы запретить там. Да. Насколько существенны эти поправки, на мой взгляд, и к чему, собственно, это приведет? Да не в обиду будет сказано тем, кто подобными вещами вообще практикуется. По-моему, вот на моей памяти это уже там пятые или шестые поправки, связанные с ограничением, со временем, с порядком проведения. Но, по-моему, там работает крайне мало из этих норм. То есть, как ни парадоксально, но нарушителями этих норм чаще всего являются те, кто их инициирует. То есть, на театральной площади самое крупное мероприятие это как раз проводит городская администрация, там митинги, там партия «Единая Россия» очень любит на театральной площади. Ну, как красным тоже предоставляют, а коммунистам. Ну, очень сложно потом аргументировать, почему нельзя проводить там коммунистам или кому-то еще, потому что раз уж сами провели, то провели. Что касается того, насколько существенно повлияет это на ситуацию там с митингами, да, я думаю, не повлияет, потому что, предположим, уважаемый мой Валерий Николаевич Турул нашел уже очень хорошую форму, против которой очень сложно что-либо придумать. Это встреча с избирателями, да, то есть мероприятие называется встреча с избирателями. И депутат имеет на это право. И депутат имеет на это право, и это защищено законом, и как бы так здесь делать, наверное, ничего невозможно. Поэтому я, честно говоря, не особо верю в успех и эффективность принятия данных норм. Я понимаю, что, скорее всего, их группа большинства депутатов поддержит, но номинально эта норма вряд ли будет работать. Плюс ко всему, ну, хорошо, давайте запретили, дальше что? Провели, ну, оштрафовали, хорошо, выписали административный штраф. Не вопрос, но если действительно это достаточно важная тема, а по неважным темам такие мероприятия проводятся крайне редко, то, ну, не жалко заплатить этот штраф. То есть, опять же, вспоминая там свою бытность работы с общественной организацией, могу сказать, что да, штрафы нам выписывали практически там через мероприятия. Потому что нам их не согласовывали, мы их проводили. Ну да, ну, если мы считаем, что это важно, мы все равно выйдем. То есть, по большому счету, это, ну, ничего не меняет. И бояться тем, кто организует эти мероприятия не стоит. Ну, я думаю, что ситуацию в корне не изменят. Да, то есть, отказать всегда намного сложнее, потому что нужно понимать, что нужно тоже быть хорошо готовыми с правовой точки, с дурмативной точки зрения для того, чтобы аргументировать причины отказа там одной организации или одной партии в то время, как ты разрешаешь это делать другим. Найдут такие слова, значит, смогут потом наказать за эти нарушения. Не найдут, значит, вынуждены будут закрывать глаза на нарушения. Это уже не первое там у нас и ЗАГС собрали. По всей видимости, уже на очередной пленарке будет рассматриваться этот вопрос, да? Да, я думаю, что на очередной пленарке будет рассматриваться. Может быть там, я не хочу думать, но там может быть это, конечно, начало уже подготовительная работа к избирательному циклу следующего года. Но опять же, кто первый нарушит, могут все понаблюдать, кто первый будет нарушать данную же норму. Давайте поговорим про внутренний туризм. Плавный переход от митингов, да? Да, про внутренний туризм. У нас тут такой всплеск событий в этом отношении. Презентован туристический сезон целый в нашем регионе, что раньше не делалось, по-моему, никогда. Вот даже термина такого было – туристический сезон в Кировской области. Ну, у нас появились туристические маршруты в городе, таблички, где на русском, на английском достопримечательности основные у нас обозначены. Пресс-тур был в Котельниче для федеральных СМИ. Туристко-информационный центр тоже развивается и появляется новый объект в районе гостиниц всем известных. Вы как оцениваете все эти движения? Ну, первое, что я хочу отметить, наверное, может быть, в качестве шутки о том, что заметно, что появился новый зам губернатора, курирующий туризм. Ну, Алексей Александрович Вершинин. Да, Алексей Александрович Вершинин. Потому что, ну, действительно, тема с новой активностью всплыла и, действительно, там, то, что касается города, какие-то такие визуальные изменения заметны. Это, наверное, хорошо. Хотя, в целом, я считаю, что все-таки и в самом городе, а тем более и в районах области в настоящий момент туристических продуктов крайне недостаточно для того, чтобы сюда массово поехали туристы. Потому что, ну, тоже уже не раз и не два говорил, там, районный праздник или там крупный праздник типа Истабинского огурца очень сложно считать туристическим продуктом. Точнее, туристически привлекательным. Потому что в нем нет продуктов. То есть туризм оценивается как? Туризм оценивается по объему средств, которые оставил турист, участвуя там, посещая тот или иной объект. Соответственно, там, если мы возьмем, грубо говоря, Истабинский огурец, ну, в данном случае туристическим продуктом может стать только там огурцы, которые можно приобрести. Ну, продают их частники. Продают частники, не важно, не важно. То есть, но при всем при этом сказать, что вот ради этого человек поедет в Истабинск, ну, крайне затруднительно. То есть, в этой связи, предположим, уже тоже неоднократно обсуждали вопрос, да, все-таки, понимая, что туристический продукт в рамках одного объекта бывает крайне мало, может быть, есть смысл как раз маршрутизировать, да, там, кустами делать туристические маршруты, туристические объекты, да, то есть, вот, Казанский тракт, у нас есть там Суна с рыжиками, есть там Далинск с пряниками, ну, я утрирую, понятно, что там есть, помимо этого, еще что-то интересное, да, Уржом со своим продуктом и так далее, да. И, как бы так, понятно, что человек может там проехаться по всем этим точкам, посмотреть, попробовать и таким образом сформировать вот этот там туристический эффект, туристический результат. В Кирове, да, вопрос в том, что тут, в отличии, там, все-таки сконцентрировано побольше туристических объектов, но, скажем так, потенциально туристических объектов, но, опять же, туристических продуктов не так много, да, там, отели у нас, слава Богу, начинают появляться, общепит, ну, в достаточно странном у нас положении, потому что, вроде как, количество точек общепита у нас достаточно, но, там, качество оставляет желать лучшего. Вы сейчас имеете в виду… В общем, в общем, в общей массе. Да, да, да. То есть, как бы так найти нормальное место там пообедать достаточно тяжело, да. А, там, память… Макдональдс и KFC ненормальный место, да? Нет. Для приезжающих. Честно могу сказать, что, вот, предположим, там, я много путешествую по нашей стране и могу сказать, что, там, ну, в Макдональдс или KFC я пойду только в самом крайнем случае. Это раз. А, во-вторых, я знаю, что многие, там, путешествия хотят пробовать именно, вот, то, что связано с этим местом, да, то есть, там, с привязкой, да, почему, там, заезжая, там, в ту же Абхазию мы пробуем, там, именно то, что является национальным продуктом, да. Вот, у нас здесь с этим достаточно тяжело. Дальше смотрим, да, там, услуги, какие предлагаются. Услуги экскурсовода – отлично, но, как говорится, собственно, на этом мысль останавливаться, да. Всевозможная сувенирка, ну, она есть, там, даже во вольках рост печати, но, на мой взгляд, тоже, там, ее крайне мало. И, вот, как бы так, разбирая вот это все по частям, все-таки следует признать, что, наверное, туристических продуктов сейчас, по крайней мере, мало. Ну, надеюсь, что, вот, собственно, этот туристический год, который запущен, да, там, приведет к тому, что, там, на следующий год мы будем иметь больше продуктов и больше будем привлекательны для туристов. В общем, развиваться и развиваться еще в этом направлении. Да. У нас с вами мысль, что нет предела совершенства, наверное, будет ключевой после сегодняшней среды. Кстати, таблички видели, вот, на английском языке наименовании? Да. Не улыбаетесь, что называется? Не улыбаетесь? Да нет. Переводу довольно такому интересному, там, например, парк имени Кирова, парк наимен Автокиров, парк, названный в части Киров. Ну, тут это уже, как говорится, нюансы. И, может быть, как раз за счет таких нюансов и ошибок очень, вот, и интересно. То есть, предположим, я вот, там, за границей был в одном из деревень, где все улицы называются просто датами. Улица 1-го апреля, улица, там, 16-го октября и так далее. Ну, тоже ребята не запарировались особо. Но это же интересно. По какой улице ты идешь? Остается у нас буквально пару минут. Я хотел бы еще одну поднять тему. Видимо, и мы уже будем завершать. Это тема бэби-боксов, да? Как известно, 3-го мая появился в Кирове бэби-бокс на Подгорной 18, благодаря стараниям католиков. Прозвучала вслед за этим критика от полноученного по праву ребенка в России Павла Астахова. Буду звонить губернатору. Рвало металл. Да. Буду выяснять, что это такое. Как известно, Октябрьская прокуратура вынесла предписание. Суть его в том, что у нас с оставленными детьми, кроме как органов опеки, никто не может заниматься, и какой бэби-бокс. И сейчас ситуация находится в таком подвешенном состоянии. Он не работает. Вроде как пытаются выяснить, расставить точки над «и». Вы как оцениваете всю эту историю? Я, опять же, в этой связи хочу отметить, что, наверное, самым важным результатом, вне зависимости от этого останется он или закроет его, чтобы главным результатом стала провокация данного вопроса. чтобы вот этой темой мы озадачились. Потому что, на самом деле, достаточно страшно читать уже криминальную хронику, когда… Молодецов в сугробе нашли. Да. Где угодно. И проблему надо решать. У нас же, к сожалению, решают эту проблему две структуры. Это правоохранительные и органы опеки. Но органы опеки не имеют ни административных, ни финансовых возможностей для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию коренным образом менять. Если, там, господин Астахов и прокуратура считают, что бэби-боксы, там, это неправильно, окей, не вопрос. Дайте правильный путь. Давайте, там, будем обсуждать, как это делать правильно. То, что есть ситуация, когда, там, детей оставляют детские в роддомах, ну, это хорошо, это часть решения проблем. А есть те, кто, там, не оставляют детские в домах, а потом с ними вот так поступают. Проблему решать надо. И я считаю, что ситуация с бэби-боксами может спровоцировать для того, чтобы мы эту ситуацию дальше искали путь. Ну, само-то существование такого объекта приемлемо? Ну, если он работает в других, там, территориях, в других странах, то и оправдывает себя, если хотя бы, там, одна жизнь будет спасена таким образом. Но я считаю, что это уже аргументировано, что они нужны. На этом завершается особое мнение. И сегодня это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера Заксобрания Кировской области. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.